Здравствуйте, дорогие наши читатели! С вами Маргарита Александровна, Центральная муниципальная библиотека города Краснознаменск, Московской области. Мне очень нравится, что на полочках нашей библиотеки появляется все больше научно-популярных изданий. Сегодня я вам расскажу о книгах на медицинскую тему по болезням, но это не совсем справочники, к которым мы привыкли, где изложено все сухо и по-научному, а книги общедоступные, научно-популярные, написанные хорошим языком. Например, Ольга Жоголева написала замечательную книгу «Аллергия. Как с ней жить?» руководство для всей семьи. Вы знаете, что аллергия сопровождает нас всю жизнь. Только для кого-то это просто понятие, а кто-то пытается с ней подружиться и как-то существовать до конца дней своих. И проявляется она очень серьезными заболеваниями. Вот эта книга для всех аллергиков. Здесь Ольга Жоголева, врач-аллерголог, иммунолог, кандидат медицинских наук, изложила самые последние версии возникновения аллергии и способы борьбы с ней, как с ней ужиться и как бороться с ней всей семьей. Замечательно яркая книга на нашей полочке. Приходите, она будет вас ожидать. Мне нравится, что книги появляются и по психическому здоровью людей. Например, вот очень понравилась книжечка Маши Пушкиной «Биполярники. Как живут и справляются с собой люди с биполярным расстройством». Вышла она в издательстве АСТ в 2020 году и теперь есть у нас на полочке, чему я очень рада. Биполярное расстройство раньше называлось аниакально-депрессивным психозом. И в нашем мире информации настолько много, и она наступает на человека такой плотной грядой, что иногда организм не выдерживает и происходит какой-то сбой. И тогда мы говорим, ой, у меня депрессия. Депрессия там, депрессия здесь. Но оказывается, не всегда это может быть депрессия, может быть и вот такое заболевание, как биполярное расстройство. Оно появляется неоткуда, вдруг происходит какой-то щелчок, слом в организме, и человек превращается в такой психологический овощ, в тряпочку. Не может собраться жить, не может дышать, не может общаться с людьми. В общем, какая-то жизнеспособность остается в организме, но победить вот этот вот слом очень тяжело. И книга не только объясняет, что это такое, и как с этим бороться, но и содержит в себе рассказы других людей с биполярным расстройством, и методы их победы, и как они живут с этим расстройством, все их истории жизни. Полезная, хорошая книжечка, я думаю, что я рада просто, что она появилась на полочке. Ее с удовольствием почитает и молодежь, которая тоже страдает таким расстройством, и люди среднего поколения, и старшего. Замечательное приобретение нашей библиотеки. Еще две книги, которые поразили мое воображение. Это вот две таких сестрички. Они очень похожи друг на друга. Названия разные, но авторы одни и те же. Алексей Паевский и Анна Хоружия. АСТ, 20-е годы. Издание тоже совершенно новое. Но не думайте, что это медицинские справочники. Вот холера, значит все про холеру. А вот вообще чума, это значит все про чуму. Нет, нет и нет. Это, конечно, история болезней, но история обнаружения человеком этих болезней, первые столкновения с болезнями. И дальше, как человек узнавал эту болезнь и побеждал. Историю развития борьбы с заболеваниями. Вот холера, это история болезни от сифилиса до проказы. А вообще чума, это история болезней от лихорадки до Паркинсона. Книги познавательные, интересные. Изданы они в издательстве тоже АСТ в 2020 году. Совершенно свежие экземпляры. И я очень рада, что они появились на полочке нашей библиотеки. Это, конечно, новинки не все. Есть еще очень много интересных и хорошо изданных, приятных книг и очень глубоких по содержанию. Я думаю, что вам надо обязательно прийти в библиотеку и взять, почитать, поинтересоваться, полистать эти книги. Найдете много советов, много нового и вообще приятное общение с книгой ожидает вас у нас в библиотеке. Спасибо за внимание. До новых встреч. Я постараюсь делать обзоры новых поступлений как можно чаще. До свидания.